Германия ждет извинений от Турции за сравнение нынешней немецкой политики с нацистской, которые прозвучали из Устердагана. А власти Австрии призывают запретить агитацию в поддержку турецкого референдума во всех странах ЕС. Все подробности этого конфликта у Татьяны Лагуновой. Ни дня без скандала Берлин и Анкара не перестают выяснять отношения. Сначала в Турции арестовали немецкого журналиста по обвинению в терроризме. Затем в Германии запретили публичное выступление турецких министров с агитацией за конституционную реформу, которая усилит власть президента Эрдогана. И вот новый виток. Испровоцировал его лично президент Турции. Германия, вы не имеете никакого отношения к демократии и должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от нацистских. И пригрозил, если захочет, то приедет в Германию и будет лично призывать проживающих в стране турецких граждан голосовать за реформу Конституции на апрельском референдуме. Если я захочу приехать в Германию, то сделаю это. И если вы не позволите мне говорить, я подниму на ноги весь мир. Выступление Эрдогана шокировало официальный Берлин. Неприемлемые, чудовищные, абсурдные. Так отреагировали немецкие политики на слова президента Турции. Они требуют от Реджепа, Таипа и Эрдогана извинений за сравнение немецкой политики с методами национал-социалистов. Чем ответить, если извинения не последуют, немецкие политики пока раздумывают. Среди предложений остановить переговоры о вступлении Анкары в ЕС и отменить миграционную сделку между Турцией и Евросоюзом. Ну а пока немцы ждут извинений, их уже поддержали соседи. Канцлер Австрии призвал запретить акции турецких политиков в поддержку конституционного референдума во всех странах ЕС. Затема Угнова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.